Строится из двух вещей, из двух половинок. Вот как это все крутилось, вертелось, как в Москве, почти как в Москве у нас в деревне. У меня депутатский прием с 11 до 12.00, у меня с собой. За это денег не платят. Уважаемые мои зрители, когда закончится бардак, хотелось бы тоже ответить на этот вопрос. Мы применили в 2019 году инновационные методы работы. Ай, надоело все, когда закончится бардак, и в этом роде все такое остальное. Немаловажный фактор, большое достижение, это то, что мы здесь все. А тут вот такие новые методы. Ну, придерживаем деньги, скапливаем их, копим, складываем на черный день. У нас этот 2020 год обещает быть насыщенным годом, поэтому куда он пойдет. Да, друзья, лайки, дизлайки приветствуются. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей. Вы находитесь на канале «Колхоз с нуля». По традиции, сегодня я хочу вам рассказать о наших достижениях за год, о том, что удалось сделать и что не удалось. Поддержите меня запустить небольшой такой челлендж, называется «Ваши достижения за год» и «Ваши упущения за год». Вот как бы как я начал. И могу передать этот челлендж трем каналам. И каждый сделает точно так же, трем каналам. Потому что, ну, не все посмотрят, не все ответят. Чтобы его запустить, я передаю свой челлендж. Ферма «Сливочное лето». Я их постоянно смотрю, люблю этих ребят. Они делают очень красивое видео. Дальше. Деревня Окунево. Сосед мой из Омска. Вот. И «Сельхозтехника ТВ». Всем пока. С вами был «Колхоз с нуля». Начинаем Новый год по-новому. С хорошим настроением. И путь дорогу. Удачи. Друзья, всем привет. Мне поступила такая, прилетела такая эстафета. Передал мне ее Алексей Пузиков. Алексей, привет. «Колхоз с нуля». Канал называется «Алексея». Нужно рассказать о своих достижениях. И своих провалах за прошедший девятнадцатый год. Итак, вот такая вот интересная эстафета будет у меня сейчас. Расскажу вам, друзья, о своих достижениях и своих провалах. Что у меня получилось, что не получилось. Такое подведение итогов бывает в новогоднюю ночь. Сидя за столом со своими близкими друзьями. Подводим итоги уходящего прошедшего года. Вспоминаем это, строим планы какие-то на будущее, в дальнейшее. Вот так вот. Ну, по идее, каждый блогер в идеале должен был бы так подвести итог. Что сделано у него в прошедшем уходящем году. Что предстоит сделать. Что получилось, что не получилось. Итак, ладно, все. Итак, поехали. Я живу в деревне. Деревня называется Окунево. Так же, как мой канал. Деревня Окунево. Итак, вот. Моя жизнь, моя деревенская жизнь, вот моя личная жизнь, это строится из двух вещей, из двух половинок. Это общественная работа и домашнее семейное мое хозяйство. Итак, что у нас было в общественной работе. В моей жизни кое-что в общественной работе, кое-что получилось, кое-что не получилось. Что-то удалось, что не удалось. Год у нас, этот 2019 прошедший год, выдался в деревне очень напряженный, непростой. Вот такой вот, как это, все крутилось, вертелось, как в Москве. Почти как в Москве у нас в деревне в летний период построили вышку сотовой связи. Сейчас у нас практически вот везде есть покрытие сотового оператора компании Теледва. Но у нас в деревне очень много переселенцев из города в деревню, которые не очень хотели вышку сотовой связи иметь в деревне у нас. Но все хотели там где-то ее за деревней, где-то поставить там далеко. Но оборудование, которое стоит на вышке, оно не такое сильное, как раньше было в прошлые годы, когда ставили эти вышки сотовой связи. Она распространяется всего лишь на окружность нашей деревни. В радиусе 2-3 километров устойчивая связь сотового оператора. Поскольку появилась вышка сотовой связи, у нас сейчас я могу качественно проводить стримы, показывать стримы, там что-то еще. Да и вообще просто развитие туризма, я думаю, пойдет более на высшем уровне. Люди могут приезжать, показывать какие-то свои, делать трансляции, загружать видеоролики. Ну и просто вот эта эпоха, эта цифровая система, цифровой мир к нам в деревню стал, пришел ближе еще. Плохо это или хорошо? Я считаю, что это хорошо. Ну, возможно, найдутся какие-то люди, которые скажут, что это плохо. Ну, у каждого свое мнение. Пускай мы все люди разные. Вот так вот. Еще. Да. Когда люди, вот эти люди, они писали всевозможные письма, жалобы. В итоге приезжало начальство, проводило многочисленные собрания, сходы, собрания, сходы. И все это было у нас в клубе, в нашем сельском клубе. Мне приходилось отвлекаться на вот эти всякие дела, проводить, делать какие-то вот эти подготовительные мероприятия, подготовку к этим, ко всем штукам, вещей, кого-то оповещать, развешивать объявления. Вот это все. Вот как-то выбивало все это из колеи. Вот когда делаешь свою работу, просто свою работу делаешь, тебе никто не мешает, это как-то более-менее хорошо идет. А когда начинают там какие-то вот эти сторонние нервы трепать, вот эти какие-то причины, это там, это так, что-то, это вот начинает выбивать из колеи как-то. Вот так вот. Ну и еще значительную часть моей общественной работы это занимало мое депутатство. Так, народ, всем привет, с вами я, меня зовут Владимир Белов. Пришел на свое рабочее место сегодня в данный момент в клуб деревни Окунево. Первый вторник месяца у меня депутатский прием с 11 до 12.00. У меня с собой вот такой вот сборник, сборник методических материалов. Методические материалы для депутата представительного органа муниципального образования в Омской области здесь даны образцы заявлений, как нужно принимать, ну и как работать со своими избирателями. И у меня есть еще вот такой вот журнал регистрации обращений. То есть ко мне сейчас придут люди, должны прийти люди. Я должен записать фамилию ими заявителя, адрес, телефон, вопрос, который их интересует и будет куда направлено из рассмотрения и срок исполнения. Я раньше до этого вел такие депутатские приемы людей, правда, там на них не приходило. Ну, приходили там какие-то единицы, практически не было никого. Но в данный момент вот решил я записать такой вот бложик, бложик вот такой. Не знаю, будет вам интересно. Да и просто для себя, для памяти. В данный момент сегодня 2 июля 2019 года. Уже 15 минут прошло моего депутатского приема, так что никого нет. Пришла же девушка, библиотекарь, посидели, да, вече с ней чуть-чуть пообщались, поговорили. Ну, коллега моя, как говорится, так вот. Людей нет никого, сижу, скучаю, изучаю сборник этот, ну и просто читаю книги. Так что вот так, кто будет приходить, буду записывать на камеру, для того, чтобы не упустить важные какие-то моменты интересные для себя лично. Так вот. Ну, все, сейчас в данный момент включу на паузу. Раз в какое-то время периодически у меня были приемы, я шел на работу свою в сельский клуб, приходил, сидел там определенное время и ввел прием так называемых граждан. Я должен был находиться там, мне за это депутатство денег никто не платит, никто никогда не платил. Это, во-первых. Во-вторых, вот езда вот в эти, на эти сессии. Денег, как я сказал, никто за это не платил, бензины за это никто не давал, все за свой счет на своем автотранспорте. И, короче, амортизация своего автотранспорта, это тоже наносило и наносит семейному бюджету определенный так называемый урон. Еду с Бергамака, была сессия народных депутатов. Я являюсь, вы же знаете все, наверное, ну, кто-то знает, кто не знает, народным депутатом нашего сельского бергаматского поселения. Должность эта неосвобожденная. То есть, за это денег депутатам сельских поселений не платят. Все это, как говорится, на добровольной основе. И возникает... Почему я начал записывать это видео? Возникает иногда комментарий, да и вы все являетесь в сообществе, там, в нашем обществе, живем в человеческом. Возникают разговоры в нашем обществе. Ай, надоело все, когда закончится бардак, и в этом роде все такое остальное. Уважаемые мои зрители, когда закончится бардак? Хотелось бы тоже ответить на этот вопрос. Сейчас вот я повернул, и будет темновато. Ну, я думаю, вы меня простите за это. Закончится бардак, когда мы все, люди, будем исполнять свои обязанности. Правильно, честно, добросовестно. Просто вот простой пример. У нас сессия народных депутатов там в 9 часов утра. Приезжаю туда к 9, блин, те, кто рядом живет, я еду 13 километров с деревни на своей машине. Мне бензин за это не оплачивает никто. Хотя вроде как бы должны. Те, кто рядом живет, или забывают, или не приходят, за ними то машину отправляют, то сидим ждем их, елки-палки. Взрослые люди, я понимаю, там ребенок маленький, а это взрослые люди. И так вот наплевательски относиться ко всему. Ну, ребята, в депутаты никто никого не тянул за уши, как говорится. Ну, не хочешь ты, напиши отказной. Я не хочу быть депутатом, а то ведь не отказной. Короче говоря, ни туда, ни сюда. Вот когда закончится бардак? Когда мы все начнем правильно исполнять эти все обязанности. А когда, я тут же отвечаю на вопрос, а как сделать так, чтобы исполняли все обязанности правильно? Нужно ввести санкции такие вот, хоть штрафные какие-то. А то ведь сейчас как, а, не пойду, а, нафиг надо, нет. Короче, вот такие разговоры. Не пойду, вот все ругают там, власть, власть не то, не хочет исполнять обязанности, не делает там что-то. Ребята, ну, вы сначала сами-то начните за собой исполнять свои какие-то вот эти обязанности служебные или еще какие-то, как это назвать-то. Короче, вот так вот. Приехал, еще минут 15 ждали, пока то один придет, то другой придет. Все сегодня начинали. Блин, бардак. Не то, блин, ну, не бардак. И эти люди приходят, потом начинают власть ругать там. Власть там, обсуждать что-то по ящику, по телевизору смотрели. Вот, опять там что-то вели, и это, и это. Пипец. Е-просы-ты. Вот, короче, вот так вот. Вот. Телефон звонит. Ну, в конце, в конце этого года состоялся суд, Омский областной суд, который решил, что наш совет нелегитимный, потому что там часть депутатов не подала свои справки о доходах, и нас, короче, распустили. В этом 2020 году будет новый состав депутатов, будут новые выборы в апреле месяце, 12 апреля, кажется, если я не ошибаюсь. Так что, вот так вот. Пойду я или нет в депутаты, ну, знаете, честно сказать, что-то не хочу уже, надоело все это, общественная работа, надоело. И так вот, вот такая вот моя общественная работа. Ну, кроме этого всего, я ездил, показывал фильмы в соседнее село Бергамак, проводили у нас какие-то мероприятия в нашем сельском клубе, и, да, немаловажный фактор, большое достижение, это то, что мы сделали праздник День деревни в 2019 году. Было 299 лет, в этом 2020 году будет 300 лет нашей деревне, деревне Окунево. Я думаю, тоже будет большая, предстоит большая работа, что-то, короче, надо будет, вот, когда, в каком месяце и в какого числа это будет праздник, еще, кстати, не решили, это еще будет дополнительно решаться. Мы применили, вот, в 2019 году инновационные методы работы, вот, в празднике День деревни, пригласили, пригласили, у нас есть православная община, ребята молодцы, приехали и сделали фаер-шоу, фаер-шоу, это такое шоу с огнем, договорились заранее, я с ними договорился, они приехали и провели, сделали фаер-шоу за это, это все вышло бесплатно нам, фаер-шоу бесплатно. И вообще, кстати, вот этот праздник День деревни, который был в прошедшем 2019 году, он обошелся, вот, буквально-таки бесплатно, относительно бесплатно, недорого, там единственное, что потратился, это глава администрации, вот, покупал подарки для юбиляров деревни, старожилов деревни, ну, вот, каких-то вот людей, которые, ну, награждение там было такое, вот, там, что-то в районе пяти тысяч, что ли, вышло, это все, ну, а так, концерт, концерт мы делали, приглашали своими силами, своя самодеятельность, и людей, моих коллег, из соседних деревень, вот так вот, да, кстати, у нас там еще приезжали гости из Южной Африки, вот такой вот ансамбль, там, такой вот, такая группа, шоу-группа, и, кстати, в стенах нашего сельского клуба тоже была выставка африканской культуры, где каждый мог прийти, просто познакомиться, померить на себе какие-то вот эти африканские вещи, поддержать их, вот так вот, это инновационные методы работы, не каждый заведующий клубом, и не в каждой деревне такое проходит, вот, и вот эти инновационные методы, обычно как это делается, концерт какой-то обычный, концерт, ля-ля-ля, песни спели, поздравили, и все, а тут вот такие новые методы, вот, это тоже занимало определенное время, определенное время работы, и, так что, вот так вот, кто-то скажет, о, тебе делать нечего, ну, вот, вот моя работа, вот моя, и вот, что мне, я отвлекаюсь на какие-то вот эти дела, вот, это первая часть моего ответа, итак, у нас в данный момент морозик, стоит 20 градусов, я смотрю просто на индикатор камеры, камера очень быстро начинает садиться, аккумулятор очень быстро начинает садиться в морозы, мы загоняем всю скотину в теплый двор, во дворе стоит, и более-менее как-то сохраняет свой тепловой баланс, итак, что с хозяйством, с хозяйством все нормально, ничего такого нового мы не покупали, как-то вот, ну, придерживаем деньги, скапливаем их, копим, складываем на черный день, там, что-то еще, техника, техника, она находится у нас в исправном состоянии, в рабочем, что-то подкрашивается, что-то подкрасим в следующем году, так, что все это и есть, я знаю, что сейчас новые пошли веяния, вот уже как несколько лет, там, кто-то люди пытаются в деревне заработать, покупают телят маленьких, ростят их, потом колют на мясо, сдают, вот, как-то пытаются на этом деле, ну, получить какую-то выгоду, вот так вот, телят, телят мы не покупаем, у нас лишних денег, вот, как говорится, нету, денег, деньги мы не воруем, ниоткуда, ниоткуда не берем, никто нам, благотворительность по отношению ко мне, никто не проявляет, все зарабатывается, делается своими руками, все это ложится на мои плечи, на плечи моей семьи, на плечи близких мне людей. Самым большим достижением, вот, в отношении моего сельского хозяйства, моего хозяйства, я считаю, что это в этом прошедшем девятнадцатом году я скооперировался, съездил, помог пометать сено моему другу, Александру Грязнову, он ко мне приезжал тоже с ответным визитом, я надеюсь, что, я думаю, что и надеюсь, что в этом году, двадцатом, также это все более наше сотрудничество расширится, окрепнет, вот так вот, все это от того, что в наших деревнях, вот, в соседних вообще, и в нашей деревне нету рабочего у населения, нет населения, тот, тот, то население, которое может обладать вот этими необходимыми навыками ведения вот этого сельского хозяйства, и просто, просто нету трактористов, вот так вот сказать, людей много, которые там поют и пляшут, стучат барабаны, а трактористов нету, кто может просто сесть за рычаги и выполнить вот эту работу на тракторе. Так что, вот так вот. Ну, а так, скотины, что насчет скотины скажу, Овечки ягнятся, нормально всё, коровы сейчас находятся в запуске, у нас было две дойных коровы, сейчас вот ждём отёла у четырёх, колоть мы не стали, закололи только быка, но отёлки, тёлки находятся, как говорится, на снастях и коровы, так что даст Бог, всё нормально будет, отелится, будет молоко и будет такое вот потомство. Так что вот так вот, всё это, конечно же, не делается просто так вот, по щелчку пальца, у кого есть деньги, тот может купить, тёлок где-то там в каких-то хозяйствах, ну а у нас этих денег нету, живём, как говорится, вот так вот. Вот, ну, посмотрел ролик Алексея, вот кто передал мне эстафеты, это у них, у него большое хозяйство, они испытывают проблемы со сбытом молочной продукции, но у нас хозяйство не очень большое, вот у нас, тем более в деревне, в деревне очень мало сейчас людей, которые держат скотину, ну, в основном всё покупают, все питаются с магазина, о, сопли побежали, все питаются с магазина и это всё накладывает свой отпечаток, то, что люди к нам приходят за молочными продуктами какими-то, вот если есть молочные продукты, Елена Степановна, ну вот, излишки есть, успешно их реализуют, продают. Вот, ну, что, какие перспективы, какие перспективы у нас этот 20-й год будет, обещает быть насыщенным годом, то, что Дима, сын Дмитрия, у нас заканчивает автодорожную академию, поэтому, куда он пойдёт, пойдёт дальше учиться, в магистратуру или пойдёт работать, но это будем посмотрим, дождёмся, как говорится, тепла, лета, когда это окончание госэкзаменов, так называемых его, посмотрим, что он выберет или продолжит, или дальше. Пресс, который я всё говорил, куплю-куплю пресс, пресс я не покупаю, вот, складываем, копим деньги, вот, возможно, придётся тратить Дмитрию их на что-нибудь, их давать там, может быть там, ну, покупки всегда вот эти большие, деньги всегда нужны на большие вот эти покупки, вот так вот, правильно сказать, вот так вот. Ну, а так, что сказать ещё? В деревне стабильно вот живём, ну, потихоньку наращиваем какое-то вот это маленькое производство своё, чуть-чуть больше, чуть-чуть там, что-то кого-то оставляем на мясо, кого-то колем, вот, вот так вот, вот так вот, друзья мои. Ну, а в перерывах, друзья, в перерывах между вот этой общественной работой и заготовкой сена, козьбой, мёдкой и всем остальным, мы занимались тем, что, ну, просто отдыхали, просто отдыхали, ходили на рыбалку, садили огород, загребали огород, выращивали морковь, свеклу, копали огород за ягодами, за грибами, просто жили вот этой деревенской жизнью, потому что, ну, надо же когда-то и отдыхать, вот, потому что если работать, 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 это, блин, надоест это всё работать, надо душа, чтобы как-то отдыхала, делать вот такие вот отдых своей душе. Кому я хочу передать эту эстафету? Хочу передать эстафету моему зрителю, подписчику моего канала, также я смотрю его канал, интересный канал, канал называется «Дом на окраине», Виктор, передаю тебе эстафету, также хочу ещё передать её эстафету, эту ещё каналу «Сельские просторы», вот так вот, там тоже молодой человек, работает на тракторе и показывает свою жизнь, молодой канал, вот так вот. И каналу «Деревенские будни», многодетная семья, очень много детей занимаются, живут по соседству в нашем, в Пермском крае, хотя, значит, какое тут соседство от Омской области и Пермский край, так что вот так вот, друзья. Да, друзья, лайки, дизлайки приветствуются, пишите свои комментарии, что я упустил, по вашему мнению, и на чём нужно было заострить внимание. Ну, вот так вот всё, всё, пока, пока. 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 Пока.